Гораздо хуже у Сикретов. Появится вот этот саппорт, который будет вносить тонну дэмэджа под Дроу Рейнджа. Ну обычно оставляют линию для Визажа, Тракса уходит в свой лес с масочкой, но мы также можем наблюдать за Сикрет, что они этого не дают. Вот нападает Лил на Папе, получается такой легкий размен, телепортируется сюда уже Шейкер и подходит сюда Рубик. И вот не дают, они вообще не отходятся снизу, понимая, что если Визажа отпустить, да еще под Траксой, то потом будет очень больно. Да, поэтому не может Лил остаться на линии и фарм вынужден забирать Иллидан, но у Лил эта Икспа потихонечку капает. Вот он уже пятого левела, Лина тем временем получает шестой на топе, оставили ее на полном фрифарме наверху. И С4, С4 хочет ворваться, знают, что у него есть инвиз, играют очень аккуратно, стоит потрясающий варт, который видит все. И у Сикретов также есть Сентряк, который делает для них ложную, ну скажем так, ложную иллюзию безопасности. Но сейчас вот падает в арту ВП, и возможно стоит поставить еще один будет. Очень опасная ситуация снизу, Квапа в инвизе, должны знать ВП. Отходят. Прям не находит себе места С4, очень хочет. Если сейчас еще раз умрет, это провал. Он очень хочет реализовать свой ультимейт, и Иллидан знает о его настырности, поэтому втроем отступили спокойно назад и начинают потихонечку уфармливать. Пока мы качаем другие линии, то что вот, например, Год сверху подфармливает, да, и ФНГшик уже взял шестой левел, то особо рыпаться нельзя. Но Фобос отделился, бежит на центр, С4 за ним следует. Тяжело пробить первый ультимейт. Необычно двигается Фобос, просто по кустикам, и С4 понял, что его не взять. Обалдеть. Да, С4 седьмого левела с ужасным нетворсом пытаются запушить вышку, но получается не так здорово, дается фиссура. Здесь же почти мегко готова у Зая, но вышку отдают Виртуз Про, это правильное решение. Сейчас лучше отдать, ВП не готова. Сверху ФНГ уже зафармил себе почти седьмой левел. Да, это, кстати, интересно, что действительно впервые появляется эта связка. Но, насколько я помню, до сегодняшнего дня Дроу Рейнджер была пикнута один раз за турнир. Сегодня уже три, суммарно. Ну, тоже возвращается. У нас уже и Луна бегает, Тракса появилась на пару с Визажем. Но хочется добавить то, что именно вот в этой комбинации Тракса, она больше как бафер своих союзников. Есть три невероятных героя, которые идеально стакаются. Это первый Штурм Спирт, у которого хороший показатель ловкости, и он в целом бьет довольно-таки больно. После этого Лина, которая под своей пассивкой разрывает. И завершение ко всему Визаж, который бафает и Визажа на атак спид, и его птичек, и у Сикретов. Ну, у Сикретов вопросы, как они будут выигрывать это в лейте. Поэтому С4 продолжает давить нижний лайн. У них один СФ. У них фактически один СФ на физдемаг. К ВПе будет тяжеловато. Визаж, шестой. Есть Меха. Год, активируется дабл дэмэдж. Но ВП никуда не торопится. Говорят, мы уверены. Ну, по сути, как в первой игре ситуации. Только на этот раз ВП чуть более спокойно себя ведут. Шейкер без шестого. Нужно еще получить на этом персонаже. Обязательно левел. И он есть. Ну, теперь у Virtus.pro все значительно лучше, чем буквально пару минут назад. Хотя Сикретом нападать, как мы видим, особо не получается. Ну, Квапа, которая у нас имеет в своем запаке, только одно ПТ. 0, 2, 0 и всего лишь 44 крипа она забрала. По Нетворцу находится пятая сверху. И пока у Густава, у него все так себе. Ему нужно выфармливать свои айтемы. Чтобы можно было хоть что-то делать в драке. Очень важный момент. Опять Virtus.pro, опять в смоках. Посмотрите, что они сделали. Они разделились. Тракса пошла забирать Рошана. А четыре героя пошли наверх. И Сикреты пошли в смоке. У меня есть предположение, что они тоже думают о том, не забрали ли нам Рошана. И вот очень хорошо катит Рошана за счет своих стрел. Он к тебе подходит, ты его замедляешь, потом отпускаешь его на фулу Месси, он возвращается. И вот так вот он по чуть-чуть. Какой риск от ВП? С ума сойти, они выходят. Нужно палиться сверху для ВП, потому что если они очень долго будут отсутствовать на карте, то Пупей, да, Пупей, Иллидан, в итоге, боже мой, Иллидан увидел Пупея, но Пупей все еще не понял, что произошло. Они думают, что ВП в лесу, они думают, что ВП сверху. И теперь Пупей все понял. Но... Это минус тракса. Да, теперь Пупей абсолютно понимает, где находится Иллидан. Иллидан юзает Саленс и уходит в фантастику. О-хо-хо, Илья! Ну теперь нужно каким-то образом... Да, за Рошана-то, наверное, драться не получится. И, возможно, сейчас Сикреты его заберут. Мне кажется, если бы были еще птички, да и вся команда ВП, Рошан бы упал очень быстро. Но рискнули, почти сделали красивый мув, и Рошан по-прежнему стоит. А у Сикретов-то особо шансов нету забрать этого Рошана. Им слишком тяжело, у них дэмэдж с руки маловат. Успевает посадить птиц Лил. Здесь же СФ, стан от Лины в молоко. Рубик набегает, фиссура по троим. ФНГ дает ульт, Мека заходит. Минус Мека, неплохо. Сайланс отличный от Иллидана, начинает нас тренировать. Позиция шикарная, стан от Лины. Зай, Грейв. Грейв спасает Зая, ставится стенкой. СФ раскастовался. Ульт СФ, он не нанес дэмэджа. Вообще квапу тем временем стерли. О-о-о, вот это момент. Артизи без ультимейта цепляют. Что творят Сикреты? Да вы же сейчас здесь развалитесь. ТП от ФНГ. Нет, да. Вот между двумя фиссурами Лил оказывается. Кастуется, кастуется у нас Вив. И Сикреты все-таки отбивают этого Рошана. Боже мой. Но размен определен в пользу УВП за счет того, что удалось убить квапу. И в общем-то все ульты свои потратили Сикреты. Ну как посмотреть, забрали еще двух птиц у Визажа. Это еще дополнительно 200 голды. Плюс Лил сейчас будет их перезавать сейчас. И по-прежнему тип Сикреты продолжает давить. Не хотят, чтобы Вертуса получали экспирен, чтобы у Шекера был свой блинкдагер. Поэтому бегают боевым кулаком и разводят оппонентов. Даззл. Даззл в таком пике очень сильно решает. То есть учитывая, что Вертуса... Так, они выходят на С4, которые в опасности. Прыгают в лапы к Фобусу. Подходят сюда к Гаде. Прыгают на С4. Подходят к та же пичке. И С4 погиб. Какой блинк от С4? Что творится с капитаном Сигрид? 0-4. Он блинкуется сам в лапы к оппонентам. И это еще дополнительная Кура тем временем убивает его ФНГ. И это еще один фраг. Ой-ой-ой. Как сейчас же отдаются Сигриды? Мне это напоминает игру с IG, где также у Артизи был бешеный нетворст на SF. И все было круто. Но один он не смог перевернуть игру. Да, тем Сигриды ошибаются. Видно то, что вышли из своего ритма, в котором они обычно любят нападать, поскольку ситуация у нас почти равна. Всего лишь 3000 голды у Сигрид в преимуществе. И по-прежнему у нас продолжаются танцы на Рошане. С4. Да, С4 переходит на центр, за Денайл Тауэр, кликает, где он находится. Сейчас в очередной раз пойдут его ловить. Но в этот раз он пересилил себя и все-таки смог найти свою команду. Так, ну и что Virtus.pro? Что они сейчас делают? Ситуация очень схожая с тем, что у нас было буквально пару минут назад. Давайте посмотрим за Виженом обеих команд. Сикреты в Virtus.pro заходят. Есть иллюзии дровки. Увидели сейчас иллюзии. Но на них никто, естественно, не нападает. Сикреты поняли, откуда идут Virtus.pro. Нельзя подниматься на их хайграунд. Никаким образом. Нужно заманивать на свой. Гаде врывается. Шекер дает хорошую фиссуру. Но никто не может пройти. Артизи спокойно уходит. Хотя Гаде может на развороте попробовать Мека от Зая. И Артизи выживает. Стан. Мека. Мека уже потрачена. Артизи без половины хп. Отхиливают его как только можно. Но и сейчас будет минус фамильяры, скорее всего. Очень легко и заберут. Да, забирают одного, забирают второго. Не очень это здорово. Я так понимаю, дровка прожала свою ауру. Да, была прожата аура. И тем самым Virtus.pro оказывается несколько позади сейчас. Ну вот нельзя заходить на ХГ в такой ситуации. Никаким образом. Поскольку ты знаешь, где враг. Они, естественно, держат позиционку. И вот можно попробовать подраться сейчас без фамильяров. Хотя ситуация тяжкая. Нет, просто решают убить крипов. Тяжело без фамильяров. Да и к тому же опять сейчас откатит Мека. У Virtus.pro-то Меки у самих нет. То есть даже несмотря на Меку у соперника, они пока что довольно ровно держатся. Очень тяжелая позиционная борьба. Тяжелейшая, я бы сказал. И до сих пор Квапа девятого уровня. До сих пор Солни Квейв первый. Это очень большой минус. И нужно ждать, выигрывать время. 25 секунд до фамильяров. Фамильяр сейчас это максимальный ДПС от команды Virtus.pro. Они там по КПД почти не уступают траксе. А может быть даже дают ДПС и больше. И вот они очень скоро появляются. Virtus.pro перевардили вообще все, что можно. То есть к Рошану для Team Secret никак не поступится. И танцы продолжаются. SF улетел наверх. И по-моему это ошибка. Потому что теперь всей командой нападают на Рошана. И будут принимать Team Fight 4 на 5. Есть телепорт у Артизи. Год половина маны всего лишь навсего. 200 мана остается. Рошан умирает очень медленно. И заходят Сикреты. Сикреты заходят. Есть дабл дэмэдж. Есть дабл дэмэдж. Кура зацепили. Но у Штарма нету. МП. Да и против Дазла лететь опасно. Зай стягивает одного. Тот же получает лагону Мека. ФНГ. Ульт в одного ФНГ. Все в ФНГ всадили. Мекки нету. Но напасть тяжело. Иллидана поднимают воздух. Иллидана закидывают на горку. И он пошел оттуда резать. Минус один. Но теперь спустить никак не получается. Шейкер дает фиссуру. Нужно. Нужно спасать Иллидана. Иллидан делает ТП на вышку. ФНГ домой. Слишком мало маны. Минус один. Минус один. Минус один. Вроде бы все все завязали. Но только один герой погибает. Ну, Соник Вейк в одну лину. Мека в одного. Вакуум в одну лину. Все провязали в лину. А у Лины-то особо артефактов не было. Как она вообще выжила? Ну, у Густава ручки-то трясутся. Если посмотреть на лайнап, у него нету блокинг-бара. И как-то вообще тебе стрёмно. В любой момент ты можешь получить фиссуру Шейкера, Стан Лины, Сален, Строксы. На тебя влетает Штон Спирит. В общем, миллион способов, как тебя забрать. Поэтому стараются хоть как-то отдать свой ультимейт заранее, чтобы успеть. А то потом врага не взять. Да, конечно, вот этот Даззл, он очень сильно портит все вообще для Virtus.pro. Он нереально решает. Если приглянуться, то у Virtus.pro просто потрясающий взрывоопасный лайнап. Это фиссура Шейкера, проказ Лины, Сален, Строксы, фокус с пичками. И почти любой герой должен убирать. Но вот этот Грэйв, который навешивает на тебя Даззл, и параллельно Сурж Доксира, который позволяет спасти стейт из-под фокуса, они сейчас очень сильно решают клубовую столкновение. Все, забрали. Забрали Рошана. Да, и для Virtus.pro возможно стоит спину нападать. Отжали свое. 9 минут, по-моему, на этом Рошане продолжается драка. И все-таки, да, все-таки сделали. Несмотря на то, что не было медальки, несмотря на то, что изначально вообще очень тяжелая ситуация была у Ильи, когда он ушел с ТП, все-таки забирают. И тем самым дополнительное золото зарабатывают. Ну что, продолжает у нас игра переходить в такой более суровый лейт. Но на самом деле для 20-й минуты у всех очень мало артефактов. Потому что вот эти драки 5 на 5, никто не умирает, никто не получает золото, никто не фармит. Только у Артизи со статистики 1-0. Там есть какая-то Саша Яша, Огрклаб. Но это тоже довольно мало для 20-й минуты. Да, по артефактам интересно, что у нас Топ купил. Мы видим то, что Иллидан затарил себе Shadow Blade. Ис-4 спалился на крипах сверху, поэтому нужно отступить. В итоге такой, ну, в общем... Фобус с блинком. Необычно вообще видеть Лотар на этих играх, потому что редко у нас кто гангает, редко кто старается вести партизанские войны. Обычно все упирается в 5 на 5, но здесь, похоже, Иллиуша решил по Акадне поиграть. Посмотрим, как он его реализует. Делают хороший выпад на низ. Да, С4 у нас не отдал башню врагу, но с другой стороны 3 ТП за Юзари Тим Сикрет. Появляется пространство Иллиданцев.